Закончился матч Барракуда-Алания. Подводим его итоги вместе с Антоном Шаманином и Сарматом Гагиевым. Сармат, поздравлю тебя с победой. Игра, на твой взгляд, получилась какой? Сложной? Ну, я не скажу, что бы сложной. Вначале, как обычно, у нас наши чуть-чуть ошибки и судейские, конечно. Уже очередной раз я прошу, чтобы с судьями поработали. Надеюсь, меня услышат. Там чистые два пенальти было в самом начале, которые нам нужны были, чтобы не было в начале такой нервной игры. Мы бы их 100% реализовали, я надеюсь. И тогда бы уже совершенно поспокойнее. Игра была с первых минут. Но тут два пенальти не назначены. Потом мы еще пропускаем со штрафного. И нам приходится темп набирать, набирать, забить этот гол. Я считаю, поздний. Уже на минуте 20 мы только первый забили. И пошло, поехало после этого. Но у вас сразу же, после пропущенного гола, практически сразу же сравняли? Может, я не заметил. Весь в игре был. Может, в дальнейшем, для более, так скажем, чтобы мотивация была, и чтобы не расслаблялись, как раз начиная с пропущенного гола, чтобы полностью быть постоянно? Да, нет. Я думаю, лучше нам первым забивать, чтобы такого не было. Антон, первыми забили, фактически сразу же пропустили. В чем причина такого? Ну, во-первых, хочу поблагодарить команду соперника за игру. Поблагодарить ребят наших, которые сегодня приехали побиться в этом непростом матче. И отдельно отметить тех, кто не доехали сегодня. То есть, ну, есть конкретные претензии к некоторым персонажам в команде. Просто приоритеты, если действительно так, как окажется, как мы думаем, случится, то очень тяжелый разговор ожидает. Вот. Не очень правильное решение было принято некоторыми ребятами. Вот. Конкретно по игре считаю, что играли мы не хуже сегодня. Мы очень много не забили. То есть, если посмотреть, там, да, по результатам мы проиграли, по игре, там, по ИГ, я думаю, что мы на равных точно должны быть. Такие моменты не забивать, когда, там, три в одного выходим, вместо паса на дальнюю игрок пробивает по воротам, причем, там, в нескольких метрах вместо, чтобы на дальнюю отдать. В штангу попали в первом тайме. То есть, делай два-один, там, три-один, тоже уже другая игра пойдет. Во втором тайме стопроцентнейший момент, там, не забиваем. Я не знаю, как мяч вообще-то на ней попал в ворота. Сначала вратарь, по-моему, потом защитник с линии выносит. Ну, то есть, мы гораздо больше, чем на один мяч сегодня наиграли. Не знаю, сколько мы в обороне наиграли, чтобы пропустить, но в атаке мы наиграли гораздо больше, чем на один мяч. Ну, футбол не терпится слагать на наклонение, поэтому забили только один. Поэтому приходится удовольствоваться сегодня поражением. Ну, скажем, если бы вот все те персонажи, про которых ты говорил ранее, приехали, счет был, мог быть, другим? Я думаю, что в оптимальном составе мы сегодня могли бы, как минимум, навязать хорошую борьбу, реализовать свои моменты, и игра могла сложиться по-другому. Мы могли бы так же проиграть, но при этом у нас было бы больше шансов на положительный исход. Все, спасибо.